привет сейчас расскажу тебе об одной и которую всем всегда забываю а потом очень сильно рыдают но не рыдают а рыдают руда пойдем это называется вещь вентиляция дело в том что у нас наших домах я имею ввиду во всех домах люди последнюю очередь думают такой вещи вещи как вентиляция и как следствие это приводит к тому что дома сыра всегда нараспашку окна и прочь всякая ерунда но чаще всего это конечно режим влаги влаги слишком душно поэтому нараспашку окна постоянные сквозняки и прочая ерунда мы в своих домах знаем несколько способов борьбы с этими вещами и сейчас я тебе расскажу об одном продвинутом реально крутом способе который раньше был уделом исключительно вот таких вот дорогих чуваков сейчас этот способ называется приточно вытяжная вентиляция с рекуперацией теперь поподробнее как она будет организована видишь вон там клапан вот я тебе даже поближе покажу вон там есть такая черненькая штучка внутри вот там вот стоит приточный клапан этот собственно говоря три хреновинки которые мы смотрели на фасаде и туда внутри установлен рекуперационный мотор это немцы по данным у нас придумали такую штуку интересную он очень мало потребляет энергии электроэнергии работает по принципу там не достаточно интересный он работает на приток воздуха потом на вытяжку и когда он вытягивает теплый воздух он нагревается и назад вот постоянно вот такой прогоняет воздух режим за счет этого очень экономит электроэнергию и тепло в доме кстати почему очень многие люди не заморачиваются не даже не говорится бояться вентиляции потому что все же знают сделать охеренный теплый дом окно открылся выветрилась а прикол то состоит в том что приток воздуха должен быть всегда свежего иначе иначе ты открываешь окна и здесь мы сразу же еще на этапе строительства закладываем вот эти вещи у нас в трех местах делана приточка такая и это спальнях и гостиной а в санузле в котельной и кухне установлены вытяжные клапаны соответственно они всегда включены на отток под крышей установлена система будет звукогашение и моторы которые за пределами дома но по сути говоря находятся на улицу фактически которые вытягивают воздух из помещений а эти придают за счет того что мы сами устанавливаем и регулируем эту вещь у нас всегда дома свежий воздух несмотря ни на что если мы приходим уходим режим энергосбережения например мы уезжаем на недельку отпуск то мы включаем самый минимальный самый минимальный вентиляцию и дом в комфортном людей же нету режиме вентилируется кстати насчет людей человек сам по себе может в сутки выдавать за счет дыхания испарения кожного там до 100 миллилитров воды и если у вас нет вентиляции в доме какой бы то ни было то это вся вода и стены в мебель там детали интерьер так забыл сказать об одной вещь на клапан приточный будет одеваться от веточка но даже замажем чтобы не пиарить их которая имеет режим ручного включения что очень полезно полезно почему то что не есть пульт дистанционного управления пульт дистанционного управления время от времени куда поэтому есть возможность регулировать вручную и еще интересная вещь у нас же боятся сквозняков поэтому здесь стоит экран который воздух вот так вот рассекает вдоль стен и поэтому нету потока постоянного текущего вас в ухо ключевой спину а он спокойненько расходится почему помещения и обратите внимание вот на такую вещь это называется закладные под систему кондиционирования они еще заложено на этапе строительства короче эти штуки закладываются еще на этапе строительства и маленькая штучка на закуску пойдем туда глянем как ты можешь посмотреть мы здесь сделали карниз под будущий шторы скрытый карми и у нас за шторами система притока притока вентиляции спрятана здесь воздух заходят там где-то выходят на забыли еще в гипсокартоне дурку вырезала выжжу еще под вытяжной клапан в котельной вытягивается и в санузле вытягивается спальня приходит в технических мячениях отходит за счет этого если кто-то на воняет в саппи не будет пахнуть в гостиной потому что вытяжка вытяжка идет через сортиру иными словами подпор воздуха идет туда короче мы всегда стараемся делать таким образом чтобы вытяжной клапан вытягивать чуть чуть больше чем приходит насчет этого возникает небольшое отрицательное давление ты его вообще никак не почувствуешь но за счет этого не возникает обратных тяг запахов из туалета ну все же извините какают и воняет при этом но этот запах никогда не пойдет жилые помещения он будет всегда вытягиваться именно за счет вот этот отрицательного давления и самая такая классная штука вот каждый из этих клапанов стоит но так с в изготовлении уже с с монтажом с установкой где-то в районе там 25 рублей за штуку и короче говоря вся эта система на дом 120 метров до 120 метров обойдется порядка 100 тысяч рублей она заложена здесь но очень мало энерго потребляет у вас всегда свежий воздух у вас нету грёбанных москитных стенок сеток на окнах вообще никогда потому что окна вы не открываете как же так и уже живу на свежем воздухе у меня должно быть все открыто а не все у нас всех рязанских коротных зонах есть такой ты открываешь окна свежий воздух а еще к ним залетают комарики мушки и самое прикольное залетает куча пыли потому что у нас есть песчаные грунты как только подует легкий ветерок вся эта херня ломанется тебе дом очень прикольно поэтому окна закрыты единственно чем ты пользуешься это входную дверью выходом на веранду или входной дверью а у тебя здесь чистый свежий вот этот воздух и самый главный еще и очищенный поэтому подумай заранее и сделай будьте хорошо будешь нами подписывайся